Это подкрашенная соль Подкрашенная соль? Нет, это не подкрашенная Вот по три раза на дню дети с этим веществом встречаются И они этот эксперимент уже начинают запускать Но никогда не добиваются завершения этого эксперимента Почему? Трем ложкам сахара, когда четвертый, пятый, шестой добавляешь То образуется странное явление Жидкость густеет, внизу уже сахар перестает растворять, собирается горкой Это означает, что процесс растворения сахара в жидкости прекратился Но не может вода в себя больше принять Значит, в этот момент вы в подготовленную чистую посуду переливаете только сироп Оставляя все остальное в предыдущей посуде И в этот сиропчик на ниточке опускайте затравку, кристаллик сахара Взятый, самый красивый, самый правильный Чтобы не держать его несколько дней в руках, поперек карандашик может укладывать И дальше самое главное, что у них не хватает, это терпение Не подбегать каждые 15 минут, вырос кристаллик, вырос кристаллик А ждать и просто наблюдать, смотреть А еще лучше фотографировать на видео, на фото Потом пригодится, кстати, при поступлении в наш университет Увидите, что вода вдруг понижает свой уровень А кристалл увеличивает Почему? Да просто из воды начинает выдавливаться этот самый растворенный в ней сахар Куда он стремится? На стенках осесть? Нет Он ищет знакомые ему кристаллики, где они уже загруппировались И как сало на поросенке будет равномерно с вами нарастать Соответственно, если вы изначально взяли правильный, красивый, самый лучший кристаллик Самые красивые результаты вы получите в конце Вот, взяли нитку, опустили ее в сахарницу Опустили в сироп, получили то, что вы видите На громождении красивых кристалликов Если бы взяли аккуратно кристаллик вот как здесь В провозках можно заметить основную затравку То потом будет вырастать соответствующий кристалл уже правильной, нужной формы Если дети за 3 месяца вместо того, чтобы лопать сахар Вырастет такой большой кристаллик Они, во-первых, украсят свое жилище На книжную полку не стыдно поставить Но и получат лекарство тангина Во время кристаллизации все неправильно не встраивающиеся в систему вещества Оседают на дне Только именно сахар в виде кристалла сплошно выпадает у вас Что интересно, его и быстро съесть не получится Во-первых, острый Во-вторых, зубы сломать можно Но он полезный Во-первых, вы узнаете, как образуются кристаллы Пробуйте, понимайте, что это возможно А получив возможность доступ к высоким температурам и давлениям Возможно, вы приступите к выращиванию алмазиков По секрету говорю Наш ректор университета Бывший кристаллограф Он среди детей сегодня выискивает Ну кто из них занимается кристаллографией, так ему любимой Чтобы дать им возможность поступить на бюджетное отделение И им платить стипендию А не брать с них деньги из тех, которые на чужие деньги хотят образование получить Вот думайте, сегодня эта вещь перспективная Сегодня люди в этих кристаллах нуждаются Во всей цифровой технике Искусственные кристаллы кварца Разрезаются на огромное количество пластиночек К ним припаиваются, или точнее сказать, напыляются металлические проводнички И когда к этому двухконтактному устройству подходит переменное напряжение То кристаллик начинает изгибаться Естественно, по действиям напряжения Когда он изгибается То он и сам выдает в эти проволочки переменное напряжение Которое зависит от его формы Если мы вырезали в кристаллике по другим направлениям По другим углам То частота этого кристаллика будет уже совершенно другая Кварцевый резонатор Кварцевый резонатор Куда в цифровой технике без него Что интересно, конечно, в космической технике Нам по секрету сказали Применяются кристаллы кварца не искусственно выращенные А найденные в природе Задание геологам найти Самое древнее месторождение кристаллов кварца Почему? Да потому что он прошел процесс естественного старения Сотни, тысячи, миллионы лет И в нем все эти внутренние напряжения исчезли То есть этот кристалл самый лучший Здесь я показываю два волшебных шарика Здесь волшебная пищевая фольга Расположена внизу и вверху И волшебная фольга, нарезанная полосочками Расположена между ними Бутерброд, Макдональдс Подчинили переменное напряжение всего лишь в 25 тысяч вольт И фольга выстрелилась как ей полагается Между плюсом и минусом, которым подведены те самые 25 тысяч вольт Это не магнитные линии силовые Потому что это алюминиевая фольга Она с магнитом вообще никак не взаимодействует Это электрическое поле Скоро вот июль-август наступит И вы с этим делом тоже встретитесь Почему? Между небом и землей накапливается огромный электрический заряд Не 25 тысяч вольт, а побольше И огромная электрическая эскара Когда проскакивает между небом и землей Говорит молния, вспышка, грохот Вам вопрос, что мы раньше наблюдаем? Вспышку или грохот? Вспышку скажите Вспышку, потому что скорость света, она быстрее, чем скорость звука А во сколько раз? Примерно в несколько миллионов Ну, конечно, не прибавишь, не расскажешь Там есть определенные цифры 300 тысяч километров в секунду Это мгновение мы тут отрегули на вспышку И только потом звук, сейчас слышу, 350 долгих метров в секунду Доходит до наших шеек Я вот снимал видео, салют, день победы Так наоборот уже салют закончился А у меня звуковое сопровождение Грохот тех пушек, которые абсолютно выстреливают Удивительное такое дело Вот эта вещь, странным образом, говорит о том, что радио начиналось вот с таких наблюдений Вы же видите, что когда в какие-то моменты проскакивает искорка Мы слышим треск, видим искорку И мало того, у кого если встроят радиоприемки То в этот момент шорохи, трески появляются Одно момент А если бы все телевизор в этот момент работал То на нем беспорядочные были цветные точки появлялись Оказывается, вот радиоаппаратура начиналась исследование вот таких явлений И в первой мере радиоприбор назывался гроза-отмечек В первом зале у нас его макет показан Что удивительно, от гроза-отмечек пройдет 19 лет, чтобы мы получили современные айфоны, сотовые телефоны, ноутбуки, компьютеры, цифровые аппараты Чего только нет Вот с 19 лет люди занимались тем, что изучали физику Вот в этом зале нашего музея мы, собственно говоря, физику как бы и пройдем Запускаем в деятельную реакцию Волшебная жидкость Маленького ребенка надо всегда впереди держать, чтобы не потерять, во-первых Во-вторых, дать ему возможность смотреть Видишь? Хотел такой светильничек дома перед тобой? Слушай, слушай, если она хочет, ты можешь ей за денежку, конечно, сделать такое Когда кто-то хочет, а другой умеет, то один другому эту вещь, понятное дело, передает Как работает эта штука Может она вообще не работает Может это музейная ценность, которую выбросили на свал, а мы подобрали и показывали Это светильник у нас, по-моему, в 70-х или начало 50-х годов Готовы начать эксперимент? Да Набираем воздух Смотрим туда внимательно И на выдохе медленно говорим Физика, как будто туда посылаем энергию Готовы? Три-четыре Физика Одного раз недостаточно, что вы хотели? Одного раз, тут другие процессы возникают Еще раз попробуем Три-четыре Физика По-моему, что-то там уже Я без очков что-то не брал? Что-то пошло Ты понял, да? Раз-два, сделаешь процесс, пошел Еще раз попробуем Три-четыре Физика Что-то удивительно, там уже внизу движение началось Сейчас еще звук раздастся, да? Поднимите мне брови На самом деле, ничего страшного Обычная алюминиевая фольга внутри этого стеклянного сосуда начинает подниматься кверху Почему? Легко объяснить Нагретые слои Жидкости поднимают Кверху увлекают То, что внизу находится Женщина, больше варили когда-нибудь Ну, знакомые вам всем вещи Физика на кухне Оказывается, внизу стоит лампочка Легко понять, что это лампочка А не что-нибудь иное Когда мы нажмем наружу какой-то выключатель Загорается лампочка И вдруг это движение начинается А как же не за счет наших волшебных слов, да? Физика А за счет того, что мы просто время выждали определенное Когда нагреется нижний слой Далее По центру поднимается нагретый слой Поднимается кверху Охлаждается, он опускается по холодным стенкам внизу И этот процесс будет наблюдаться длительное время Вопрос А нельзя ли, чтобы поярче процесс был Поставить более мощную лампочку? Нет Почему? Кто-то денег на лампочку нет, что ли? А, ну, конечно, в магазинах больше 100 ватт уже не продают, да? Проблема в этом Но если взять мощную лампочку и поставить вниз Заметьте, мы смотрим на одну вещь Начинаем ее анализировать Что внутри может? Внутри стеклянного сосуда Его заменяет обычная стеклянная бутылка Находится какая-то вязкая прозрачная жидкость Нарезанная фольга Совершенно бесплатная вещь в хозяйстве Можно подпольское масло взять Даже не оливковое И можно такую вещь сделать для себя Тогда мы вот эти вещи вот так разбираем и думаем А за что мы деньги-то платим? За то, что мы эти вещи сами не выпускаем Да господи! Позор к длению Щетчики Сегодня такие щетчики запретили нам использовать Потому что говорят, что они слишком не точно считают нас денежку Типа мы энергии больше поедаем А денег мы платим мало И требуют к нам постановки новых щетчиков Не важно цифровых, там жидко-фистолические экраны или прочее Почему? Потому что эти щетчики обладают внутри другой начинкой Здесь внутри катушки, по которой проходит потребляемый ток Вызывает движение колесико алюминиевого Когда колесико вращается, оно своими шестеренками накапливает на циферке Вот этот щетчик запломбирован Его просто отрезали и выбросили Я взял просто и подобрал А когда принес сюда, кроме пломб этих оставшихся Обнаружил, что стеклышко болтается Чего вы заулыбались? Понятно, в такую щелочку можно встать пленку просунуть В которой нет цифровых аппаратов И притормозить движение колесика, пока контролерный зайдет к вам в пломб При этом раз вы дергаете, все нормально Вписал уменьшенные показания цифр, вписал в квитанцию и пожалуйста С этим тоже можно поинтереснее Мощный электромагнит Мощный электромагнит Какая-то уникальная вещь, которую вставляешь в розетку Она тебе начинает мотать чуть ли не в обратную сторону Государство вам должно, представляете? Почему это на украинских сайтах такая реклама? Я сегодня понимаю Попробуй с них Скажи мне, что твой прибор не работает, да? Постоянно, мощный В магазинах применяют В магазинах применяют Советую вам не шутить с государством А они Выпуская такие щечки Внесли туда троянского коня Уже там не катушка, где колючка дверится в магнитном поле Благодаря токам фуку и прочее А там уже какой-то датчик Проходящий ток превращается в циферки И мало того На встроенную память запоминает Сколько энергии потребило У кого дома модем еще старого образца остался Через телефонный шнур Понимаете, что эта информация по проводам Так же, как и по электричным проводам Может уйти за пределы вашей комнаты А каждый щечек, имея свой Единственный уникальный номер Может еще выдать вас Щечек какого дома, какой квартиры Какую за месяц энергию намотал Если вы благодаря своей жадности Циферки перепишете другие Меньшего количества То потом, сравнив эти цифры Вам придет счет, в котором на коэффициенте жадности Это все дело будет помножено И вы будете вынуждены платить Не шутитесь с этими вещами Сложные вещи сегодня делают даже простые наши дети Так, шарики у нас заминированы Поэтому осторожно, взрослые А уж тем более дети Но время такой терроризм Кругом только написано Так, пальцы большие сюда Ну что, попался, попался Все, за ним уберешь Любое имя выбираешь Никому не говоришь Запоминаешь любое имя Запомнил? В этом столбике есть это имя? А в этом? Внимательно смотрим в этом столбике Отлично, а в этом? Ты поняла, какой имя он там загадал? В каждом столбике по 10 фамилий этих имен Нажимай ответ Нажимай ответ Нажимай ответ Вон, вон ответ Ответ там нажал, он здесь высидел Позор, думай, не умеешь хранить тайну Давай, пальцы большие сюда Любой имя загадал? Все, никому не говорили В этом столбике, пока он там не видит Есть люди? А в этом? Да А в этом? Тоже самое имя загадал, что ли? Тоже самое имя загадал, что ли? Нажимай вон Не интерес, когда загадут одинаковые имена, да? А ну-ка Любое имя Все Смотрим здесь В столбике есть это имя Да А в этом? Да Отлично, нажимаем кнопочку А ну? Хитро, но вообще в другом конце решил загадать имя, но машина это узнала Так, внимание, давай Сколько стоит такая машина? Которые у незнакомых людей узнают подробности Ну, сколько? Ну, примерно так Физерка в рублях хотя бы С тобой я поговорю после экскурсии Так Остальным показываю Одна микросхема Из старого селектора Канал Советского телевизора Раз, два, три, четыре переключателя Ну, знаете, там Цветность, громкость Звук можно тоже оттуда было поснимать Кнопочку, но от дверного звонка можно взять Батарейку За четыре с половиной вольта Можно найти Или три пальчика Шестнадцать светодиодиков Со старого телевизора тоже можно в двух снять Там было по восемь каналов, если вы помните Все остальное Это как спаять Человек, знающий секрет, готов За сто тысяч продать любому желающему Это школьники собрали Ваши одногодки, которые записали Собрали кружок Нашим двадцатым тренерам Все Если вы эти вещи знаете Вы себя чувствуете сильнее остальных Вот здесь телевизор, который мы никак не можем включить Нет у нас пульта управления Подарили уж слишком поздно Попробуйте включить Правильно, нажимаем кнопку сеть Ждем? Ну Здесь все что ли? Когда пульта нет, надо еще какую-нибудь кнопочку нажать Правильно? Там что-нибудь поменялось? Если все кнопки беспорядочно нажимать Мы в конце концов Тихо! Я это не нажимаю Я уже нажимал один раз Может физика скажем? Давай, физика скажет Три-четыре Ждали, когда они физика скажут Господи Запомни, это волшебный способ Сказали физика Телевизор заработал Попробуйте этим телевизором поуправлять Японцы сегодня знаешь, какие толстые стали? Они изобретали эти самые пультя Потом управляя издалека Совсем разжурели Кушают Переключают И сделали так Новые телевизоры Переключаются Когда вы двигаете руками На расстоянии Вверх каналов Вниз каналов Громкость И делая такую зарядку Приводите опору А что ты пробуешь А что ты пробуешь Советским телевизором Там нет еще пока Эти пульты Показываю волшебный пульт Называется он Магнитер Конечно, сегодня фирма Которая производит приборы Для магнитного лечения Ну вы знаете Елатомского Сколько там приборного Они с удовольствием Вам такие вещи Подают А интересно Действует их прибор или нет Мы не знаем Кстати, это наша отечная Горьковская разработка Проверим Ну что за вала не русское слово только Визика 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 Конечно Я на расстоянии Подношу этот прибор И видно как Бегущая какая-то магнитная волна Что-то там вызывает Реально Если вы к своей руке Ноге Или к больному месту Поднесете Магнитный То, что создает Переменное поле Торжаж Которое течет В ваших кровеносных сосудах Будет там Вибрировать И заодно Мы избавимся Болезни Что? Если пальцем Дотронься Дотронься Пальцем Не насквозь А Ну и стиль Вот такой прибор На самом деле Стоит копейки В старом телевизоре Выброшенном Можно Ковыряться Найти трансформатор Он имеет Так называемую Закрытую систему Шеобразную Снять Верхнюю тель чтобы магнит был открыт. Подсоедините его к переменному току, который у нас сидит, и вы получите тот же результат. Я сегодня просто не снимаю крышку, чтобы было видно, до что вам продают такие дешевые вещи. Под крышкой можно сплять все, что угодно. Для клавишки добавить, что от всех болезней. Только от глупости, по-моему, не лечит. Ну, скоро и до председателя будет. Переменная магнитная поля. Дети, если когда-нибудь у вас оторву, молодец. Приятно с такими работой. Понимаю, что шарики заминированные, трогать нельзя. Становимся вокруг стола. Стол просьба не трогать. Чем шире встанет, тем больше людей увидит. Магнит, ты знаете откуда доставишь? Откуда? В музей ради электроники вы сегодня посещаете. Значит, так, шарики не трогай. Там еще круче. Откуда? Из старых динамиков, господи. Кто хоть раз эти колечки снимал с динамиков, знает волшебный свой. Их можно цепить друг к другу. Держать за верхней, держать все остальные снизу. Так ведь? Что произойдет, если я один из штучек попытаюсь перевернуть и опять поставить? А почему он не будет? Потому что волна поменяется. Оказалось, какая там волна поменяется. Есть ли здесь волны? Магниты в постоянном. Магнитное поле. Одноименные заряды отталкиваются, разноименные притягиваются. Это физика нашего прошлого века. Сегодня, как вы знаете, такие браки происходят. В наше время мальчики к девочкам тянулись, если помните. И наоборот. Да не хочет он. Почему? Отталкивается он. Но силы и сон плотно. Магнитное поле. Другая страна одинаковая. Как они могут быть одинаковые, если стоит нам перевернуть, то он начинает отталкивать? Разно. Если я поменяю положение одного колечка, что у меня произойдет? Смогу их свистеть? Да ладно. А если я так поверну? Да. То легко они сойдутся. Физика, физика, физика делает чудеса. Чего? Поменял полярность и все нормально. Он резиновый. А как он? Он даже боится выдохнуть от слова. Дяденька взрослый его обманул. Дяденька, учитывая свойства психологии человека, взял, подобрал одинаковые колесики, одинакового цвета, одинаковой формы. Проделал одинаковые движения, убедив в том, что это реальные магниты. И чуть бы он не обманул детей. Но их ты не обманешь. Все, что им попадает в руки, они пытаются, экспериментируя, исследовать. Почему я держал тогда за одно колесико, а все три были внизу? Потому что он между ними был. Правильно? Не покупайте детям магниты. Лучше из старого приемника нужные вещи достаньте и скажите. Вот магнитом можно воспользоваться еще раз. Смотрите, очень интересный такой красивый экспонат. Первое мая прошло, девятое мая прошло, сколько праздников еще впереди будет, сколько заготовок можно будет набрать, чтобы потом этот эксперимент воспроизвести не рад. Позабочите о детях. На короткую сторону. Молодцы. Им бы в торговле на рычажных весах работать. Напоминает маму с покупками? Кто-то признал, ты уже, да? Голос за кадром слышали, да? Крик в душе. Мама с покупками, наполняя ваши наперстки, приходит домой. С порога ее от телевизора встречает папа. И несет на кухню. Пожалуйста, поработаем на камеру. Внимательным будь. Не стой ноги стал. Давай. Да что такое? Ты же сам говорил. Одинаковая длина рычагов, одинаковый вес грузиков. А какая разница, вверх или вниз? Большая центр тяжести. Правильно он говорит. Чем выше центр тяжести, тем неустойчивее эта игрушечка будет. Представляете, центр тяжести высоко, а точка опоры внизу. Раз и заварился. А в этом положении, кто внимательно смотрел, У нас точка опоры наверняка выше центра тяжести. Руки от стола я прошу в последний раз. Иначе вас заменули на взрослых. Им тоже интересно посмотреть. Животики убрали от стола. Шаг назад. Спасибо. Самое главное, во время эксперимента на него не воздействовать. Иначе это может привести к непредсказуемому результату. Взмах кола бабочки на одном конце вселенной может вызвать тайфун на другом конце вселенной. Это мы сейчас пытаемся доказать. У нас странная конструкция под названием экспериментальная горка. Все детали ее тут подвижны, поэтому можно с ней поэкспериментировать. Если мы в руки берем волшебный прибор, по пузырьку мы можем сказать, горизонтальная это поверхность или нет. А это? Нет. Если одна поэкспериментальная, другая горизонтальная, плоскость наложена на горизонтальные вещи, тоже будет, по идее, горизонтальная. Берем в руки волшебную круглую палочку, скалочку. Я начинаю скатываться. Получается, что перед нами все-таки, наверное, горка. У горки где, Вера, где нет, знаешь? Не знает. Скажи, где Вера, где нет у горки. Ну вот я скатываю вот так. Здесь, значит, вверх, здесь вниз. Или то же самое, что вниз, что вверх. Берем в руки беконус. Ставим, куда вы сказали, вниз? Потому что он может показать. Я тоже могу показать. Модницу и нашу русскую женщину. Форма разная, соответственно, и результат будет разный. Нет, это наш стандарт просто, не про тут. 60-90-60. Разные формы предметы на этой стороне горки вызывают разные движения. Почему у нас одно в одну сторону, другое в другую, Катя? Потому что здесь горка выше. Здесь горка выше. Поняли? Вот он записал дом, попытайтесь понять. Может, тяжелее? Может, тяжелее? Записали его голову? То, что ты сказал, означает, что если ты на санках с горки съедешь один, а внизу там тех санков скочат еще человека четыре, то они сами взлетят наверх. Оригинальный метод катания с горки. А что, вот открытие так и совершается. Кто-то говорит, что это невозможно, да? Кто-то делает, экспериментирует и получает результат. Горка экспериментальная. Изменяем угол этой горки при вершине. Куда теперь появится круглая палочка? Вверх. Ну, имеется в виду туда, куда... Да, шире, вверх. Кто считает, что вверх, в первом поднимает руку? Ты политик или физик? Спад начал начал сам, да? Украинский, три года. Поскольку остальные промолчали, значит, они считали, что вниз. Можно и таким способом, и на лидеры в ситуации. Проверяем. У кого-то аж сердечек не замерло. Неужели наверх поедет, да? Берем в руки биконус. Куда поедет биконус сейчас? Вниз поедет. Они говорят, да, хорошо. Я понимаю, что ты говоришь туда, да? Биконус один, горка одна. Неужели он туда-сюда может ехать? Туда, значит, все туда. Хорошо. Ты как считаешь? Присоединяем. Она считает, нет. Три-четыре. Вот заметьте, пока эксперимент не будет проведен, мы так будем теряться догадкой. Куда поедет? Вверх. Конечно, вверх. Из-за формы. Из-за формы, понятное дело. Я что, форму поменял, что ли? Я что, меняю форму этой горки? Я всего лишь меняю угол при ее вершине. Заметьте, что принадлежит себя круглую палочку, положу на нашу горку. Куда она теперь поедет? Нет. Отлично. Уверена? Нет. Парите. Нет. Да неправда, вверх поедет. Нет. Да нет. Вторую часть кадров вырежете, и она поедет вверх, точно. Куда поедет бекон сейчас? Вверх. Вверх. Отлично. Ваш вариант. Хорошо. Ваш вариант. Вверх. Так куда? Вниз. Отлично. Вниз. Вниз, так вниз. Вверх. 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 Смотрелся не в ситуацию и сказал свое верное решение. Когда экспериментами занимаешься, особенно с высоким напряжением, будьте внимательны. Здесь находите. Вы можете сейчас, только не силой мысли, а проделывая волшебные движения, не затрагиваясь до беконуса, заставить его поехать вниз. Сколько можно голосовать? Не дуть. Беконус трогать нельзя. Он расширится. Значит, что мы должны сделать? Расширь. Предлагаешь увеличить угол? Отлично. Твой вариант принято. Твой вариант? Как-то сотрясти. Сотрясти все. Понятно. Твой вариант? Вот. Увеличить. Твой вариант. Увеличить. Отлично. Нет, значит, человек просит. Попробуем. Да. Нет. А, ну, пожалуйста, тебе вот так поставить, да? Нет. Точнее, тут главное не под углом, чтобы она стояла. Дети мои руки трясутся, ты что? Физика сломалась. Все. Дышите, не мышите. Знаешь, что? А он говорит, уменьшит. Кто из вас двоих прав? Кому штабельскую премию давать? Обоим. Обоим не получили. В нашей жизни так бывает, что приз один, желающих много. И дать только надо тому, кто первый правильно произнесет ответ. Вам. Да я, знаете, не знаю, забываю, у меня память короткая. Давай, попробуй. Кого ты будешь слушать? Его или его? У тебя два руководителя. Давай. Ну, время идет, следующая группа нас поджимает. Бегом. Действуй. Мужики не могут, что я от этого в нашей жизни делаю. Давай. Бегай. И потом к ним возвращаются. К чему привел их результаты и что они перед этим сделали. Что удивительно. Хотите заработать приз? Да. Хочешь на работе приз? Ты внимательно слушаешь? Все. Девушка выходит сейчас в центр. Ее задача. Так, снимайте не только эту штуку, что вы ее снимаете. Девушка только, как красивая. Ваша задача бекон, чтобы поехал вниз. Но при этом, единственный недостаток, изменять угол нельзя. Шире уже делать нельзя. Вот этого кадра вы не видите. По ее эмоциям. Глаза. А вот так можно пойти, если вообще не прикасались. Там беконок поднимают. Если не прикасаться, он будет оставаться на месте. Естественно, если не прикасаться, что-то с ним не будет. У горки мы угол. Тихо. Ты не девушка? Пока. Угол. Шире уже делать нельзя. Уже проходили. Порядок. Попробуй там. Потому что, как из-за рала. Поднимай горку. Трогать нельзя его. Его нельзя трогать. Горку. Если мы его поднимем, то он поедет вниз. Ну, если ты уверена. Молодец. Главное, набраться смелости и произвести решающий экспериментальный результат. Подтвердить свои предположения. Что самое удивительное, в науке и даже отрицательный результат тоже положительный. Потому что мы знаем, по этому пути уже не стоит ходить. И другим об этом расскажем. Молодцы. Вы сделали правильные выводы. Вам можно давать ключ от автомобильного.